Всем нихао, дамы и господа, мы продолжаем смотреть с вами Д2СЛ, у нас сегодня 2,2 бестов в 3, и первое противостояние довольно интересное, комментировать буду я, Кристалл Мэй, вместе с Морталисом, который сидит вот тут. А, нашел, нашел Димона. Привет, Димон. Здарова, Димон. Как дела у тебя? Да ничего, отлично. У нас тут было нереальнейшее количество водоизвержений, вот, тут оползни, все дела, короче, очень страшно. В общем, нереальный хардкор, но зато сейчас уже распогодилось, сегодня уже плюс 30, хорошо, тепло, уютно, вот. Ну, а у нас, соответственно, противостояние X3 против ферзей. Что ты думаешь, Димон? Какие шансы вообще у ферзей на то, чтобы выиграть за то? Да ты знаешь, не самые плохие, по причине того, что X3 в последнее время совсем неважно выступают. Вот, я тут посмотрел за их выступлениями во втором дивизионе, за тем, как они выступают у нас в лиге. И ты знаешь, ну, у команды все плохо в данную секунду. Они проигрывают очень много матчей. Они на дипси не выиграли ни одного, по-моему. И здесь у них 2-3. И, соответственно, сейчас для того, чтобы хотя бы на переигровки рассчитывать, им нужна только победа. Но, опять же, ферзям для того, чтобы на те же самые переигровки рассчитывать, нужно 2 победы в оставшихся 2 матчах. И только тогда может быть. Так что, ну, команда действительно выступает неважно X3. Ну, ферзи от них никто и не ждал хорошего выступления. С какой радости вообще они должны были хорошо начать играть. В том, что только собрался этот стак. Так что, жду довольно равный матч. И жду, что команды будут рисковать. Ну, вот тот самый случай, когда проигрывать нельзя ни тем, ни другим. Кто сегодня проиграет, то точно никуда не попадает уже. И вылетает с турнира. Вместе с Рим Прасад, вместе с Юри Джекс, которые снялись. Ну, и Empire туда же. Да, да. Такие дела у нас. На самом деле, с точки зрения ферзи, понятно, что... Ну, я, кстати, смотрел парочку матчей от Короля Рената на его стриме. Да, то есть они свои в целке там на другом турнире от Винлайн тоже показывали. По-моему, или на нем, или на чем-то другом. Короче, просто стримят, как они коммуницируют. И, чтобы вы понимали, там есть такие фразы на окончание драфта. То есть идет ласт пик, да. И есть, например, там 3-4 героя, которых можно взять на керри позиции для Нонграды. И его спрашивают, что будешь? Он говорит, да, что по кайфу. Ему говорят, давай, вот что по кайфу. Все, то есть, ну, так и есть, так и работает игра. У меня в этом сомнений не было. Для вас есть специально, те, кто еще в чем-то сомневаются, определенный набор видеоконтента, для того, чтобы оценить, конечно же, внутреннюю коммуникацию и настроение в команде. Там все на чили, все на расслабоне. Пацаны, конечно, делают что-то. И самый серьезный тут мужчина, это HHH. Он явно относится к происходящему намного менее чилову, чем его тиммейты. Он хотя бы трайхардит. Ну и Алхимик Лешак. Интересно, что они, да, скоммуниздили подход Х3-х к раздрафтам. Вот. И Алхимик Лешак, это герои, через которых они катают. Вот. Ну и по кайфам что-то у нас тут появилось. 3 и 10 против 1 и 28. Винлайн, очевидно, считает, что Х3-я является фаворитами. А мы считаем, что вы можете золотать до 10 тысяч фрибетов по трансляции по бомировочеку. Да, да. И насчет Алхимика согласен с тобой полностью. Х3-я начали использовать Алхимика, вот знаешь где? В финал ФКС, чемпионат России. Вот они там играли с Алхимиком. У них неплохо получалось. Но Алхимик такой сейчас герой, идеальный для ластпиков, которого нужно держать всегда в уме, что вот он может появиться. Это раньше никто бы его не пикнул, а здесь он постоянно где-то в последних стадиях появляется. И вот сколько не смотрю игры с Алхимиком, он что-то все выигрывает. Не знаю, то ли мне так везет, то ли что. Но вот постоянно этот Алхимик на ластпик, и тут понимаешь, что все, этот Алхимик, скорее всего, не отпустит игру. Если вы банально не умеете играть против Алхимика, далеко не все привыкли играть против Алхимика. И винрейтовый это подтверждает, у него еще 60%. У нас на 37 карт, это очень хороший показатель. Герой действительно рабочий. И здесь есть подвижные товарищи, которые могут его ловить. Это пак, это бисмастер. Ферзи также, кстати, играют с Кирилл и Шраком. И я не исключаю варианта, где Алхимик вообще в мид может пойти, например, а Лешрак на легкую отправится. Вакадрафт шикарный. Пока мне тоже нравится, соуфер здесь все больше. Контроль есть, прям очень круто. Единственное, что очень темповый пик у X3, да? Надо бисмастеру шикарно отстать линию, ну и пак ее, как правило, вообще никому не проигрывает. Просто стоит на равных минимум. Так что давление команда будет оказывать, плюс Enchantress, да? Скорее я бы сказал, что у меня вопрос, какой вообще бисмастер после появления Лешака и Интера Верна. О чем вы? Ну то есть это так не работает. Бисмастер очень сильно страдает от этих героев. Вот. И вы видели и Алхимика, в том числе, который лужу наливает. И ты такой, типа, ну такое, такое, невесело, неприкольно, потому что у противника есть чем ответить, у противника есть тот темп, который они могут ответить в момент, когда вы начнете сносить ТВРА. То есть мне, конечно, все равно нравится и понятно, что у X3 не было пуш потанцевала, да? Поэтому надо было добавить какого-то героя, который-то воробьет. Но бисмастер явно не самый лучший в связке против Виверна и Лешака. Мало того, ферзи все еще могут этого Лешака поставить против бисмастера на линии Клокверк-Лешак. И что ты будешь делать, блин? Что ты будешь размениваться с ними костами, типа, при помощи первого спыла, да, как сейчас модно? Ну, не то, чтобы ты выигрыш в этих разменах. Поэтому такое, честно говоря. Ну, там НЧА, конечно, может прийти. То есть это вполне вероятно тренд 5, НЧА 4. НЧА, конечно, поможет. Но все еще, типа, мне совершенно не улыбается здесь бисмастер никаким вообще боком. И я не понимаю, насколько он здесь будет хорош. Надеюсь, то, что, конечно, там пацаны реализуют. Но в целом такое. То есть у Шургарата, понятно, что очень узкий пул персонажей. Почти все это герои, которые нажимают правую кнопку мышки. То есть это Визаж, это... Лон Друид, это вот бисмастер. Короче, Ликантроп, вот эта вся движуха. Вот, но насколько же здесь ББМ бессмысленно смотрится, это вообще жесть. Хуже мог только Ликантроп, наверное, потому что ему вообще здесь некомфортно играть ни против Клока, ни против Верны. Ну и чё, Ферзи? Как думаешь, Алхимик 4 или Алхимик все-таки нормальный, человеческий? Я думаю, точно не 4. Ну, значит, и не 5, потому что Клокверк 5. Соответственно, остается взять все тройку сейчас с Верзиан. Наверное. Мне кажется, Алхимик даже против Пака нормально стоит. Ну, то есть те же по-барабану. По Пак там нюки какие-то кидает, ты стоишь просто, крипов добиваешь, это твоя основная задача. И потом начинаешь потихонечку забирать леса. Здесь какая-то Виверна даже по стакать в теории может. Виверна, кстати, в последнее время, я смотрю, часто используется в мид. Многие на них играют. Не-не-не, это Алхимик Мидл, короче, СК тройка, Лешак. Или Лешак Мидл, да. Очень нужно их с третьим сделать так, чтобы передушить здесь пацанов, потому что если они не передушат их, то это Габелла. Кстати, антимаг не в бане. Ну, антимаг не то, что передушат, но о том, что он хорошо стоит против СК и нормально по игре против Лешака выглядит. И в целом, типа, М-Ок мог бы быть. Все еще медуза какая-то есть, но ей потерпеть придется. И здесь очень важно не завалить мидгейм. Ну, герой антимага. Изи, изи прочитанную просто. Дмитрий как бы читает. Но я не верю. Серьезно, здесь никак в антимага. Он в целом, что-то, конечно, и может, но на линии он вообще будет себя чувствовать очень круто. А, это, кстати, свап, да? Это Алхимик 3. Слай на Алхимик. Да. Но они должны были поставить его, иначе у СК не было бы игры. СК не смог бы отстать лайн против АМа, АМ было бы слишком хорошо по жизни. Особенно под Тарантовым. Там просто это мой с Цинкенгуру сказали бы, где раки зимулит. А так у тебя Алхимик под Юверной. Слабый лайн все равно, но Алхимик своего вытащит, антимаг своего вытащит. Кирилль Шак, соответственно, от Нунграды. Я, кстати, не знаю, как на нем играет. Я знаю, как Лидан на нем играет. Очень круто. Но вот как он на нем играет, ни малейшего понятия, честно говоря, нету. Ну и, соответственно, СК Мидл тоже очень неплохо. Нормально против Пака отстоит свое. И дальше темп будет, соответственно, давать своей команде. Не знаю, мне нравится, короче, пика у Ферзей, потому что у Х-3 антимаг под Бесмастером. И Бесмастер сам по себе не выглядит так сильно. И против антимага здесь есть что делать. То есть есть хукшоты, которые будут его фиксировать. Да, есть Винтер Верна, которая будет помогать его контролить. Есть Сен Кинг в этом вопросе, тоже довольно неплохой герой. И физ ДПСа здесь тоже хватает в целом. Ну, не сразу, да, но будет хватать. Впоследствии. Еще и под минус армора Мархимика. Так что я бы сказал, что Ферзей на пик или лучше, как они сыграют это, я не имею ни малейшего понятия. Потому что, ну, Ферзей, очевидно, слабее, чем Х-3 играют. Я видел этого Лешака на керри. И ты знаешь, начинали они хорошо. Против Гидры это был матч. Но они наступили просто на такой драфт, против которого очень тяжело было запушить как-то рано. Там Варлок, Зевс. Ты смотришь на эту комбинацию, Варлок, Зевс, Виверна. И ты понимаешь, что к ним на хайграунд даже с Лешаком банально не зайдет. Это был керри. Кайф-то в том, что, ладно, я понимаю с тобой, что, типа, Лешак, может быть, потеряет актуальность, особенно присутствие антимага, да, этот вопрос решает. Но у тебя же есть запасной керри. У тебя есть алхимик на тройку. Да, он как бы тройка, скажете, умнее, типа, будет собираться больше не на фарм, а больше на то, чтобы помогать команде действовать. Но это все равно алхимик. Он все равно свое выформит. И все равно накачает столько, что он будет как раз-таки тем самым кором, который вместо Лешака будет уже силен в лейте. Так, а меня интересует, кого он может здесь агонимом заряжать? Да на самом деле, кроме Лешака, то и никого. Да ему и не надо особо. А зачем? Мне кажется, билд через Солринг вместе с Армлетом и Блинкдаггером вполне себе будет работать. Я не знаю, конечно, будут ли они его делать или нет. Вот. Ну, в смысле, я имею в виду барабан. Но мы видели, кстати, что в паблике у него три победы подряд на этого махимосе. То есть он этого алхимика тренировал. Это не с бухты-барахты из-за свапа Нессен Кинга, да, типа, было сделано. Посмотрим. Против антимага главное стартовать хорошо, не нафидить, а можно нафидить. Вот даже на самом первом-втором левеле потом становится чуть попроще, когда ты Солринг выносишь. Там же очень просто все работает. Солринг жмешь, кидаешь тучку. И ты просто на лоумане всегда стоишь против антимага. Тебе пофиг. Стараешься просто уже руками его предыднаить. Это вполне реально. Да, да. А, но он качается через стан. Чего? Ну да, это типа будет агрессивный лайн. Но здесь стан нужен почему? Потому что тебе нужно ренджевика первого добить и антимага первых крипов не дать. Я думаю, в этом вся идея. Мало того, они сейчас нападали уже за руну, поэтому и вкачались так. Так что, я думаю, в этом идея. Хотя, конечно, в отсутствие маны ну такое себе. Ну, ничего страшного. Быстро себе принесет он еще и мангусик себе несет интересное решение. Ренджа ему задинали. А, нет, это не ему, это антимага. Сорри. Бабет, но ему тоже ренджа задинали. Там барабан, очевидно, прийти к нему не мог. В целом нормально. Нормально, не знаю. Я здесь серьезно все еще за ферзей по драфту, но как там они сыграют, понятно, что ферзи играют просто намного менее дисциплинированно, чем х3. Что у кингара, к сожалению, не активный саппорт. Судя по тому, что я видел на стримах их официалок, кингар дает очень много, если он на агрессивном саппорте, там каком-нибудь эспирите, например. Вот, здесь у него герой намного более статичный. Наоборот, уже в свою очередь у Алкиза более агрессивный в виде клока. Все с блат тем временем. Ну вот это вот к вопросу о том, сможет ли стоять бестмастер Лайн против Лешака. Кстати, зацените раскачку, да, то есть это пассивка на втором, потому что он понимает, что никакого кабана здесь вызывать вообще ни в коем случае нельзя. Это жесть. Это жесть. Особенно печаль для Энчи, потому что Энча такой герой, который очень круто секьюрит Лайн, но походу он не для Шаргара там. И да, Энчантриес, если бы она стояла с антимагом, они бы могли даже с позиции силы действовать. Здесь же у вас Виверна, которая с Антимаги сильно напрягает. Алхимик Суллинговому по барабану будет вот два милишника против даже такой даблы могут отстоять просто хуже. В центре Санкин, мы видим, пока справляется с штатом, а на топе будет еще одна пакула. Бестмастера. Не, ну тут до свидания, Она будет успешной. Да, Шаргара-то просто нет игры вообще. Сейчас. Жестко. Начало серьезное. Вопросов не имеем. Прямо хорошее, да, от Ферзей, мне нравится. Да, стоят антимаг, все равно, конечно, на фрифарме, но опять же, на миду 50 на 50, и то выигрывается пока что Ферзями. Да, может быть, конечно, все еще поменяется, но Бестмастер, главная проблема его тайминга в том, что если он сейчас не в тайминг выйдет по Доминатору, то он не сможет нормально вовремя пушить, он не сможет нормально двигать карту, короче, и, в общем, макро-задачи выполнять не сможет. Единственное, зачем Бестмастер нужен, это выполнять макро-задачи. Потом уже, понятное дело, бафать антимага этого несчастного. Барабан накручивает свою бутылку, кидает на сферу, очевидно. Вот почему это против антимага не работает. Первый лывной работает, пока не качает, а так-то по факту они хотели СМН отрибить, а не на сферу. Он еще и максит эту банку, да? То есть, это типа алхимик, который... Он это максит, наверное, потому что он понимает, что он выйдет же потом... ему надо будет сетапить драки, да? Опа! Минус еще и тренд. Ну, парни, конечно... Антимаг-то блинк потратил, дружище, ты зачем это сделал? Ничего себе, ладно. Ну, прикольно, я когда вижу алхимика, который максит банку, я сразу вспоминаю, не знаю, бородатые времена, где Ваня отстаял в трипле на этом гонял алхимики. Сложные они ходили. ВГ урна. Вот такой у него был закуп, как сейчас помню. Ну, здесь явно урна не будет, но по вопросу ВГ тоже можно подумать. Я думаю, что скорее прикольный армлет, очевидно, да, потому что армлет даст тебе кач, армлет даст тебе возможность быть устойчивым и на линии, и потом по игре. В целом, полностью добря. Я совсем недавно тоже на таком алхимосе катал, про эту игру я свою проиграл, но там было много других причин помимо меня. Ну, и того, что я на алхимиках еще не играю, поэтому там у меня от меня эти конкассив были просто отвратительные. Но я понимаю, что сегодня четвертым он монетку все-таки должен взять. Вторая бочка, честно говоря, мне не вызывает какого-то особого доверия. Дэмэдж не максится даже в два раза, как у многих спелов. От первого-второго. На топе тем временем лоу-кис подфидел. Не мудрено. Хотя, стойте, стойте. Оп. Нет, все-таки не доживает. Шаргарат получает восхит. Пятая минута. Открываем с вами нотворцы и видим ситуацию, в которой у антимага среди коров самые низкие нотворцы сейчас. Даже ниже, чем у Шаргаратова в скобочках Владимира. Что, в общем и целом, конечно, не так уж страшно, но, опять же, неприятно. Особенно в линии, которая-то вроде как должна в фрифарме стоять. Алхимик наконец-то вкачал монетку. Все, теперь фарм у него чуть усилится. Интересно, как дальше билд он будет строить. Будет ли эта банка раскачанная на максимум. Вообще, урон очень приличный, да, и оглушение чудовищно сильное. Ну, там, скорее, еще кайф-то в том, что у тебя очень низкий откат от этого заплинания, ты буквально можешь спамить на линии, поэтому этого героя X3-и любят на четвертую позицию брать для Вилхиора. Ну ладно, пока интересно. Пока реально очень интересно. Игра протекает, нижняя линия такая очень контактная получается. Стоял тут совсем недавно, кстати, против Лишака, не помню, на чем, на Марсе, точнее. У него в связке была Марсе полный вообще отврат, я тебе скажу. Потому что она просто кидает чачь с перегиба и туда же влетает в эту точку, где прилетает перегиб, стан, и ты такой кайф. А ДПС, как вы понимаете, там с первых жилов лоб уже просто очень много. На топе, кстати, Джентра Волта походу сейчас отъедет. Наошибался немножко, Ашашаш пришел на размен, тем временем Виверна еще на боте фидит. Пошел дабл стан против Шаргарата, Ашашаш, Шульта, просто в одного, второго. У ДПС должно, вроде как, хватать, хотя нет, стики есть у меня. Второго вообще нет. Да, стики стики есть. Заработали фраг, убили Виверну. Атимак получил, причем этот килл очень важно для АМО, для его разгона. Ну, в целом, как мы и говорили, по исполнению начинаются проблемки у ферзей, как и должно быть. Это все-таки ферзи, они не очень стабильны, будем честны. в своем нажатии клавиш. Ну, у них по макро очень много проблем возникает. Иногда не понимают, вообще, чем заняться на карте, как заканчивать игры. Стараются в темпе постоянно играть с этими керри или шарками, но закончить там с 25-30 минут не могут. По иту выходят и допускают очень много ошибок. Все лучше, чем керри Тайтхантера. который у них был на первой игре в рамках ДТСЛа. Я не вдохновился совершенно. Я не гидал вон. Ну, и не надо. Там вторая была, по-моему, с керри была на рам. Но это, знаешь, попытка... А, нет, первая была с фантомкой, точно, потом Тайтхантер. Аша-шаша убивает. Вот это лоу, конечно, на ТТ-кер. Обидно. Ну что, антимаг походу солит эту игру. Он как бы вначале не очень себя чувствовал, а теперь начинает ее солить, потому что ему медовый скан не так много делает, да, пока что. Алхимик ему тройка тоже особо ничего не делает. Причем, алхимик тройка будет не то, как я ожидал от него, да, что это армлетовый парень. А он взял все хелмы фармвил для регена, чтобы при соль ринге не проседать. И будет собирать Собирдианс, как будто бы он старый добрый алхимик Керри. Но, честно говоря, не выглядит настолько перспективно, учитывая то, что ты играешь против пуш потенциального пика, у их третьих все-таки есть бейсмайстер и так далее. Вот. И все-таки, несмотря на ужаснейшее начало, Шаград смог вернуться в игру вовремя и еще до второй катапульта снес вышку. И это, конечно, выглядит очень страшно. Потому что, да, окей, тут Лешак все еще есть, но Лешак почему-то не смог увеличить свое превосходство на этой линии. Ну да, как-то рано они вышку потеряли. Ну, учитывая, что у Шаград было 2 смерти, 3 смерти вообще в этой игре, если что. Поэма. При этом, вариант с Радиком мне нравится. Единственное, что у него пассивка вкачет пока в единичку. Не так быстро это будет, как на Керри алхимике. Просто магии нет, да, и вот эти миссы они будут работать и против бейсмастера, и против интимага. Это прикольное решение. Не знаю, мне все равно не нравится. Никаким образом. Погоди, ну может это просто нулифайр? Только зачем? Да не, не, ну никого. Какой нулифайр? Ну просто он в тайминге не войдет, да, то есть с армлетом блинком он хотя бы что-то начнет делать на карте. Без этого всего добра, ну, сомнительно. Сейчас его уже начинают жать в собственных лесах, а Шаград прилетает, ну окей, они заберут, и ничего. И сейчас в целом вот должна, обязана по своей роли в игре как раз заниматься тем, чтобы выгонять своего оппонента из его собственного леса, да, то есть заниматься как раз, если на рейдинге играет, заниматься топ лесом и просто стоять постоянно топ лесом. В общем, да, инча должна мутить воду. На миде тем временем нонград, оказывается, убивает трента, но вот вопрос в том, если какой-то размен, вроде как нету, на эти нормала нет, хватает дамеджа, у него еще вичблейда нету, будь вичблейд, может быть, было попроще. Ну, видимо, Лохим может ожидать, А если это реально ну или фаер? Да не, нечего. А, слушай, а их правда же, из-за того, что холм офаризил, а зачем? Я вот тоже смотрю, а че с ним? Он снимает... Этот... Левинармор какой-нибудь? Не, 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 подожди, 1,3 тем временем против 3, отлинлайн на 1,3, соответственно, очевидно, на x3, потому что x3 жесткие, парни. Ну, вот, и вопросов, наверное, ноль к ним. Кстати, я так понимаю, то, что на тебе камера висит, если что. Сообщаю. Морд. Не знаю, как это случилось. Да, но, видимо, на тебя. Вот, а не на мне, в самом случае, я вот смотрю, не похоже на меня. Не похоже на меня. Возможно, это на шапсе, там, не знаю. А, так вот, и... что я хотел сказать, то я забыл. Что ты хотел сказать, забыл, что хотел сказать. А, нулик, возможно, возможно, нулик работает таким образом, что снимаешь, может быть, counter spell, блин, антимагу. Типа, если он его нажимает, ты его активно прожимаешь. Но я думаю, что это не так. Я думаю, что это радик все еще. Я считаю, что это радик. Потому что нулифайер фест с лотом это выглядит как какая-то полная... Я такого никогда не видел, мне кажется. Да, да. Но увидим. Но если он counter spell снимает, это мем. Должен ли он снимать counter spell? Вот вопрос. Значит, типа баф получается, да? И все. Написано, что он снимается. По крайней мере. все. Тогда получается, что ты кидаешь бочку, он кидал, он нажимает counter spell. Antimax, я имею ввиду. Опа, сейчас будет вообще полный подряд тренд пака. Опять же, к вопросу о том, что у пака здесь не самая фришная игра на планете. Давайте будем честны. Вот. У нас очень часто бывают игры, которые без контроля вообще совершенно против пака. Кстати, тренд пришел опять дефать эту вышку несчастную на боте. Верно, здесь смотрится, конечно, просто конгениально, потому что Верно видит тренд протектор, летает по его лесам, такая привет, чувак. Ренджа, какая-то не ракетка, но с плаком вместе. Они довольно смертельны для этого героя. А то продолжается сплитпуш, отдает, кстати, Джон Траволс 101 голды, кстати, ты видел? А то, что залутался тренд, э, с этого, с доминатора, 101 голды. Почему 101? Че? Как это работает? О, на меня переключили. Ауралхимик. А нет, не переключили. Я вас обманул. Че, ауралхимика? Ну, он просто в команде, значит, будет давать. А, это что-то лишнее. 101. А, на ботом тавар занесли, наконец-таки, ферзи, да, с пуш-потенциалом у них все пока что проблематично немножечко, хотя есть вот Лешак с четвертым диаболиком, но пока что не может вот так вот агрессивно двигаться. У нас Леший занимается фармом, то же самое касается Алхимоса, у него уже вторая монетка имеется. Ну и как бы ждем Сакрит Рейли, когда он сейчас соберет серебряную или фаер. Заблокировал шлем. Вот он заблокировал, да, но типа смотрим. Да, это не нулик. Все, слава богу. Ну иначе это был бы какой-то лютый хардкор вообще. Может это этот... Кстати, помнишь билд на Медузу с радиансом вторым сотом? Фу, радиансом этим... рапирой вторым соколом. Да, конечно. Был вот прекрасный совершенно от 23-го Саведжа. Вот, ну вот, можно было бы то же самое сделать на Алхимике. Супербыстро рапиров и идешь просто по лицу этому. Антимагус до 2 точки снимаешь, фулкопп и все. Так, что ли? Ну это такой, для... Чисто для спиритических сеансов. Пожидора попадает. Ой, ну что ж ты же делаешь, то ж... Ну щас, щас, щас нормально. Телепорты пошли, Гротов умер если что, уже. Он еще не знает об этом. А Шашаш тоже. Еще и... Еще и Ласхид, понимаешь, достается к лаку. вверно, но там ничего не скистовать, нормально. Стас, что вот так подсейвить пока что ненадолго. Опа, а Вижен-то есть, достык. Опа, в ультимейт-виверночке. А что Шашаш погибает, ну все нормально. Да, он там все погибал, неважно, что происходит. Клок все это время бежал до всей этой тусовки, тратил время, а Барабан фармал. Свой Радианс. Ну любят они вот этот вот свап по ролям, да, то есть Лешак здесь по факту тройка, дорогие друзья. Можете уже с этим смириться, не думать ни о чем, потому что, ну, это Нонградыч, Нонградыч умеет делиться фармом, давайте так назовем это, и любит играть в ингрессивную доту. Когда ты умираешь несколько раз подряд, это можно назвать так. Это называется так. Ну то есть не любишь и не умеешь долго и нудно фармить, все, значит ты умеешь делиться фармом. Но в целом это, мне кажется, что это намного более крутая позиция в команде, когда у тебя есть возможность подобных штук, потому что если у тебя какой-нибудь резолюшен, например, старого посола, да, что это совершенно по-другому выглядит. Стрик сняли тем временем. Очень, очень такая битва постоянного махача. И эта битва постоянного махача вот сейчас должна прийти к какому-то определенному выводу, потому что у их встретих появляется важнейший артефакт, который является центрально образующим. Есть второй доминатор, да, и вот если за время второго доминатора, за ближайшие пять минут, например, X3 не получат довольно серьезного превосходства по карте, то можно сказать, то что игра переходит в лейт, а будет ли сильнее выйти алхимик или антимаг, мы скоро с вами узнаем. Я, честно говоря, на стороне алхимоса стою здесь. В этом всем. Ну, алхимоса и его команда, в принципе, да, потому что... А я, мол, это в соло будет сложновато тащить. Только если... в этот момент есть именно, да, его команда, потому что, конечно, в лейт, антимаг-то перебивает алхимика. Ладно, я все понял, он зубит. Как бы этот... Молодой человек на Джонни Траволте, он же на Нонграте, просто максимально подфидосивает. Я понимаю, что он на боте должен был фармить, но у него должны были быть саппорты под носом, иначе так нельзя фармить без БКБ против антимага. Эти Нарвала палят. Стан по нему. Верночка помогает. ДПСа не хватает, очевидно. Ну, как-то наивненько на него напали, как будто бы... Первый раз вообще мы против Пака играем. Видимо, надеялись на какой-то хукшот в продолжении, да, вот этого стана против Пака. Но почему-то хукшот не произошел. Так, Травола дальше фармит алхимик. Сейчас еще пару ошибок от Берзей. То есть, когда умрет, например, Лишак, или снова Санкинг, еще и нафидят какого-то Бака антимаги, у нас будет вот эта классическая история, где алхимик топ-1, дальше все остальные, но это не тот алхимик, который с нулевой начал фармить быстро. Да, он, естественно, должен будет держать первую строчку, но обычно к этой минуте алхимик выигрывает там пять тысяч, вроде. Да, не, я думаю, это немножко это, ну, так сказать, пессимистичен по отношению к ферзям, то есть сейчас буквально вот появится БКБ на Лишаке, БКБ на СК, ГГВП. Че вот сделать антимаг в это время, пока у них будут активные БКБшки, пока они будут актуальными. Да ни черта. Вот, у него, типа, сквозь БКБ, только оверброу. В третий слот. Нет, это, конечно, хорошо. С двумя слотами это уже... Но команда-то у него не будет. Ну, типа, пак у него будет бесполезен, бессмастер, да, второй доминатор, но пока что он с этим вторым доминатором ничего не делает. Обычно со вторым домиком у тебя пик такой, что у тебя в команде какая-нибудь урца, там, не знаю, джиггернаут, ну, короче, все, что мы любим для бессмастера, да, то есть какие-то агрессивные герои, которые, ну, или хотя бы, ну, как минимум, какая-нибудь фантомка, условно. И они уже в Рошане, они уже этого Рошана бьют, аеги залутали, товара внешние начинают сносить и как минимум, типа, один, два, три внешних товара точно уничтожаются за первого Рошана. Но это же не так сейчас. Шаргарат залутал себе второй доминатор с неплохим таймингом, с не самым лучшим, но неплохим. У антимага, ну, нет желания просто идти в Рошана. У Бака нет желания идти в Рошана. У Нечандрес вместе с Трендом нет желания идти в Рошана. Они не исполняют обжективы из-за этого. Бисмастер тормозит и его пиксилы в данный момент проходят. Ну, пиксилы его артефакты, если бы точно. Итого на хэнате было его такое замечательно собирать. Возможно, стоило остановиться на первом доминаторе и собирать Владимир Пакт, например, как это делают некоторые другие там бисмастеры, да, сделать какой-нибудь, может быть, барабан, чтобы помогать своим тиммейтам в тимфайтах. Олки с тем временем решил зафидить. Это его собственное право. Тем временем решило подсейвить Лолки за начинается чинфит небольшой. Тем временем Праймал Рор прямиком в Ашашашо, который успел раскастоваться, поэтому его эпицентр в молоко. И мы видим, что Х3 просто лучше нажимает кнопки сейчас в данной ситуации. И вот теперь Рошан, да, походу? Ну, наконец-то. Очень долго мы ждали. Буквально 3 минуты с появления второго доминатора прошло и наконец-таки вот он Рошпит. Ну, потому что эпицентр выбили. Эпицентр бы если бы не выбили, то в этом случае даже без квака парни из форзей предоставляли бы довольно серьезную опасность. Ну, Рошан хорошо. Дальше нужно продолжать оказывать давление антимаг с Аегисом. Вполне себе боец. То есть донесет себе сейчас монтостайл и с двумя слотами и такой поддержкой что-то из себя представляет. Тяжело здесь будет распределить контроль и на антимага и на пака. убивать надо обоев. БКБ БКБ до сих пор. А, нет. Лишак купил, да. Лишак купил, да. Лиска фармит на топе. Его сейчас вполне вероятно будут ловить и убивать. Что опасненько так стоять, честно говоря, против пака-то и против зверей без мастера, да. Там сейчас птиц прилетит, тебя запалят и такой ну и нафиг оно не надо было. Ну, вот че вот просто не взять по сейву и не улететь. Я не понимаю вообще совершенно этих мулов. господин Ашашаша. Просто ты посмотри от Кингара какой муф. Сейчас может быть у него и блинк есть и смог на нем и если какая-то вообще-то какой-то дайв сейчас будет, это позиционно. Он позицию хорошую сохраняет их в 3-е, что не попасть под ультиматию верно. Понимает, что опасно, поэтому даже выходит с хайграунда из-за того, что не видит все это время Кингара. Молодцы. Правильно делают их в 3-е. Грамотные мулы. Что мы, в принципе, от них и ожидали, очевидно. Да, команда с антимагом проигрывает по экономике спустя 20 минут. С алхимиком ты имел в виду? 4,5 тем временем на ферзе 1,12 на x3, дорогие друзья, до 10 тысяч ребят вы можете залутать по трансляции, как вы знаете, по бонерочку. Вот в инлайн на самом деле ситуация не настолько критическая, насколько описывают кэфы, лично на мой взгляд. Конечно, да, неприятно, но x3 должны были играть первым номером, ферзи должны, наоборот, играть вторым, потому что у них такой драфт, который способен играть, в принципе, и первым. Но так как Лешак поднафидел, так как СК в этой игре с точки зрения драфта смотрится не настолько кайфово с точки зрения мидера именно, и он не может там гангать того же самого антимага, а то тем более, ну и АМ огромный, да, АМ огромный, вопросов к нему 0, тем временем залет у нас на... Ну, ну, кого? Ну, как вы можете убить? Никак вы не можете убить, сало повешено на санкинга, тут оказалось, что нам не позиция погибает, Лешак тоже сейчас еще вполне верно, ну, он отстоял свой БКБ, нажал санстрим, пришел, в ровни, здорово, сейчас умрет Лешак, курса, поинчантрис, ну, так себе антимага, он умрет, окей, он все равно в Саеге сам ему плевать, даже если он погибнет в первый раз, но там вся команда с другой стороны рассыпается, остается только Алхимика, его даже не убили, да. Вроде как Алхимик даже много импакта вносит здесь своими иллюзиями и тем, что горит и так далее, но проблема в том, что если у СК нету БКБ, то он не имеет права находиться вообще подвижным своего оппонента, а в него влетели, дали сало, то есть Пак просто сыграл на инициатора, а если ты убиваешь инициатора очень быстро, он вообще ничего сделать, потому что у них нет второго. Ну вот. Зашал Химик и сделал Блинкдаггер себе, если он сделал вместо Манты, блинк, возможно, возможно, даже при убийстве СК, там, или, например, тем, что он был в дизейбл, так страшно не было, да. Но. Второго инициирующего героя у них просто нету. То есть весь Клок. Но с Клоком вы сами все видели. Мне кажется, в одной драке Среда Победы все еще, мне кажется, ты немножко это внутрируешь. Я все, я на самом деле здесь вообще вариантов не вижу для друзей. Окей. Я виновал Химика, не верю. Сен Кинг никакой объективный сейчас. Это до БКБ. Он не нафармил, он... Хорошо, БКБ он еще ой, как не скоро купит. Ему просто не повезло, видишь, его жмут одновременно с этим по всей карте и при этом всем Алхимик выкачивает карту и для шаг должен выкачивать карту, чтобы быть сильным. Но фиг бы там плавал. Но антимаг шикарный, ласпик, я его предсказал вам после появления из Каба, было совершенно очевидно, что если ты не банишь антимага, то АМ появится. Вот, но... Пока, пока, вот, кстати, пошел Борус Трек на антимагу. Антимага еще 50 секунд до кончания Аегиса. Ну топ окей, топ они, видимо, занесут, да? Да. Или нет? Есть какое-то решение? Попытка будет, наверное, сочетиться как... Шарт очень сильно нужен для Шаркова. Вот нереально сильно. Я бы на его месте забил бы сейчас на Сашу и купил бы Шарт. Потому что при заходе на хайграундах Шардецкий решает вопросы жесть как. И на чужой хайграун, когда заходишь, и на свой, когда дефаешь. Мне кажется, было бы очень даже неплохо. Пошли с Маком на антимага, точнее, на алхимика, прошу прощения. Теперь и я начинаю антимага с алхимика путать. И барабан не чувствует, да? Барабан вообще не вдупляет, походу. Что происходит? Сделал блинкаут, правда. Наспер за ним. Режет ветки. Что, это контратака? Будет вычу рофлить, что ли? Типа антимага, потому что оканчивается Айгес, они хотят попробовать как-то стабы строить. Думаю, что противник может быть не в позиции, но он все видит, все видит. Лоу-кис, залетает на крипов, кукшот ошибочен. Получает Примал Урора у нас. Это Лишрак БКБ. Его ничто здесь не спасает. Блокер, который сейчас убьют, попытка убить хотя бы битмастера, все исправились. Здесь опять же больше людей погибнет, Лишрак уже выкупился. Ну, я не знаю, честно говоря, выглядит как полный вообще хардкор отверзей. То есть они просто не способны стабить себе хорошую Драку, а по слову, как они его начинают плохо, они не способны из нее выйти. Вовремя, да? Что-то там был Колер, который такой пацан, не, но это какая-то фигня. Мы сейчас только что отдали хукшот в никуда. Крипов бестмастера они явно так позиционируются, что как будто бы нас видят, значит, скорее всего, на даме птица. Птицу мы, естественно, убить не убили. Ну и как бы вот получаем себе плохие драки крайне. Ну и топ надо дефать. Что там, Лишрак на шарте не решился? Не, не решился. Хочется еще сжим, но... Сотридзе тоже полезно. Проблема в том, что Нанграда правда не чувствует себя в этой игре. Ему нужны инициаторы, ему нужно делать так, чтобы он жил. Нужны жирнища, которые будут давать ему это. А у него, извините меня, СК за одну секунду умирает, потому что у него БКБ нету. А алхимик не танкует, потому что он собрался не в танка. И до танка ему вот до Керасы, да, надо добраться, хотя бы, тогда он что-то будет предоставлять. Опять же, за какой-то стан можно и его будет легко убить. Там, тем более, СКАД есть уже антимага, личный предмет. Можно следующего Рошана дождаться, не ошибка. Он башер все купил, да? Он решил, что, да, Кераса, это неинтересно, интересно башер. Видимо, хочет, чтобы антимаг стоял на месте или кто-то еще стоял на месте. Хочет раз на раз попробовать, короче. Потому что Кераса не даст тебе раз, на раз. И еще и менять свой билд на бабочку. Боже мой, что происходит вообще? Может, ты все-таки просто, ну, БКБ зафармишь? Хотя в целом, ладно, уже БКБ-то не особо нужно. Там у Пака сейчас 20-й, конечно, скоро будет, там 25-й условно уже будет неактуально. Но Виргроу неактуально. Да, там кастов вообще толком нет. Ну да, да. В целом, да. В целом, БКБ, наверное, не настолько приятно. Чет-то под смоком там пошли на топ ловить кого-то, кто будет отпушивать топ. Но тут никого не видит, кроме крипов Шарграта. У нас сейчас сам Шарграт с своей командой на боте находится. Да, но кнопки от ферзей нажимаются, конечно, в разы слабее, чем от X3. X3 молодцы. Опять же, много игровой практики у них. Они участвуют на трех чемпионатах одновременно и постоянно играют каждый день практически официалки. То есть у них реально сейчас форма хорошая. Тут проигрывают, но с другой стороны опыта реально набираются. И против команды, которая совсем не сыграна, стала недавно, этого вполне хватает, чтобы даже разносить. Ну и кроме этого, не особо серьезно играют, да, в эту должность. Не то, чтобы они тут прям вообще претендуют на звание каких-то начинающих про-геймеров, которые идут там типа разваливать кабинеты и уже завтра поедут на интернет, но нет. Здесь скорее пацаны по кайфу играют и им приятно в собственной компании друг друга. Вот. Катать в эту доту, влетели на пака, паку дали почти. Ну вот, вот это вот то, чего я как бы ожидал на самом деле в этой игре, что пака игры нормальной не будет, ему будет очень сложно, потому что чейн-стана здесь очень много и есть чем инициировать в этого пака. Что ничья та же самая тоже вообще ничья не должна иметь, но она с Мидасом бегает, с Фурстафом уже, точнее с Пикой. Ну вот. Ну и так далее. И ничья там сейчас догонят и Керри Лишака, и Мидового Сын Кинга. Так, на минуточку. И только Алхимик по-прежнему нормальную экономику держит, как и должен держать. Ладно, сейчас дождутся пака. Правда, Рошан, посмотри, появится чуть... Вообще, кстати, да. Они если зачекают Роша, то они могут даже эту игру перевернуть. Но они не чекают Роша, сори, да? Ракетку, пожалуйста, пустите, уважаемый, логист. Я сейчас уверен. Ракетку. Нужна ракетка. Вышку допушат. Ракетка уже залетела. Все, логист заходит, заходит, заходит. Все, нормально. А что, Алхимос делать ТП? Ну, понятно. Время есть. Ну, правильно. Ну, нафиг. Ну, нафиг этого Рошана. Вообще, они с Алхимиком под его ультом убивали. Да. Но, Алхимос сделал ТП, не отменил ТП, когда ему была инфа уже о том, что... Ну, короче, фиг с ним. Видимо, боятся они в них игра, он драться. Не знаю почему. Хотят зачилить, короче, эту игру. Поняли, что уже слишком много проигрывают, поэтому не хотят драться. Антимаг страшен слишком. Антимага скоро огоним. БКБ уже фармил ССК. Наконец-таки, да. То есть тайминг медового Сенкинга 29-ая минута БКБ. Боль лютая совершенно. То есть так, конечно, играться ССК не может. Он совершенно не в таймингах. В смысле, играться-то может, а вот побеждать ему таким крайне сложно. Это просто Саппорт Сенкинг. Получается. Дерегу полчаса два артефакта выносить. Ну ладно, тебе три. Там он, тревелай, тут же артефакт. Да, тут. Ну ладно. Минусный минус то, что эти тревелаймы особой части не принесли никакого. Потому что у тебя алхимаз постоянно сплетит со своими тревелами. То есть два тревела в семье это обычно либо вы нереально крутые гангеры, либо вы просто неэффективно используете деньги, потому что у вас два тревела, а обычно от пуши надо, типа, основной лайн, да, какой-то, и сайдовый, который как раз из тревелов пушится. Ну да ладно, это все мелочи жизни. Ждем, какое будет здесь нападение от X3. в целом они могут хоть на антимага забайтить. Могут даже стать на иллюзию антимага, потому что никто не в курсе, что у него аганим. Вот прям сейчас просто на сфер кидает иллюзию. На нее кто-нибудь байтится. Вот типа, а, ну ладно, две иллюзии, сразу все понятно. Скок. Траволта прожимает. Ну они вот убивают иллюзии, красавцы. Молодцы. Вопросов нету. Праймал ролл использован сразу в него же. Полетел так. А, баши будут? Баши будут. Что там антимаг? Как у него дела? Антимаг кайпует. Верный поезд. Ангара. Не дает есть кастовать. Слушай, ну вот пак все дал. Ой, хороший ульт какой. Хорош. Антимага, минусы шрак. Там второго героя тоже зацепило. Он просто справится с алфимиком до конца до конца. Ну можно флокверка по пути убить. Ну а с бэбэка, если что. А тынринка, если что. Вильхиор, посмотри, что делать. Ну а что мы делать? Понимаете, никто не фокусится. Парни из перзей убивали сначала бестмастера, потом убивали пака. На это у них ресурсов хватило. Сейчас ресурсов уже нет вообще никаких. Это как бы обидно, конечно, получается. доезжает кингар до базы. Топ бараки падают. Опять же, да, размен двух бэбэков саппорта на бэбэк мидера произошел в этой драке. И в целом ты ферзи даже не то, чтобы в глубокий минус какой-то ушли. Минус 400 получились в этой драке. И будь тут возможно бэбэк у Нонграта было бы возможно попроще. Но бэбэк у Нонграта не оказалось. Вообще, честно говоря, убивать героев, которые уже выдали все свои косты сомнительная тема. Но это же как получилось, что называется. Не убирали. Рошан падает, антимаг заберет себе Егис по кайфу максимальному. Не знаю, но видишь, вот даже при, на мой взгляд, даже не то, что передрафте, на довольно хорошем драфте и довольно уверенном драфте ферзи все-таки исполняют явно слабее раза в два. Так что тут драфт уже не особо имеет значение. Искап потерялся. Мы тут с тобой обсуждаем антимагов, паков каких-то. Но энчантры, из которой себе ранний Амидас купила, смотри на каких флотах. Какой уровень у нее. Это правда. Только у нее денег. А денег у нее уже больше, чем первых позиций ферзей. Давай скажем так, она могла бы быть полезнее, возможно, если бы она собирала всякие разные там лотусы, линкенсферы и так далее против Виверны. Но она как бы своих коров так сказать шатала и поэтому совершенно спокойно сейчас набрала себе керри артефактов, потому что понимаешь, что он могет, да, то есть неважно умирает у тебя пак, умирает ли у тебя БМ. Главное, что ты сам мужик как бы и бьешь людей нормально. Эбис Лбет появился на лакимике, его из бока убивают, прям урор дают. Ну все, можно заканчивать игру и теснег скатать. Вот он, попытка энчантерс убить, вот тем, астерокастер, это бьет ее неплохо, но недостаточно. Эбис Лбет быстрее просто двигаться в сторону вражеской базы, пока там герои без байбеков в таверне и все время запушить. Что втроем это нет? Да, да, это уже все. Ну, всолил, всолил антимаг, хорошо эту катку, много чего не доделали Перзи и вот это умирание Лешака, поэтому у него поздний БКБ. А Шашаш, который себя в игре вообще не нашел очень долго парнил свои артефакты. И мы видим то, что всего 35 минут нужно то, чтобы по факту закончить игру. Честно говоря, я не очень представляю себе, почему парни из Перзи не пишут гг, понимая прекрасно то, что здесь все прям очень-очень плохо. Наслаждаются последними минутами на Д2С. А, да, кстати, они же вылетают, для последнего мальчика. Ну, в случае поражения, да. Димаг под фонтаном. Крепы, пора сдаваться, курса напоследок, мастера сейчас убьют свои же. Димаг издевается у Кинга, год лайк мисфера. и на Лешаке можно поставить специально точек. Правда ведь? Димаг убивает Аегис. Такой враг престижа. под фонтаном. Парк, мастера. Парк, мастера. Парк, мастера. можно залутать. Коэффициенты вы сами видите на своих экранах. Честно говоря, я уже даже не знаю, откуда коэффициенты-то есть. Здесь уже игра закончена, очевидно, совершенно. Комбэчная никакая не произойдет от ферзей. Даже если очень сильно... Не, ну если очень сильно захочется, вот сейчас интимаг может, например, взять там какой-нибудь байбэк нажать, если ему бунтусы подберут, например, там может хватит. Вот. И пойти куда-нибудь умереть. Значит, уже фонтан, как он это сделал только что. Тогда да. Это будет уже жесткая 3-2-2. Слава богу, у него нет байбэк. Покупает себе линку. Теперь попроще немного станет. Ну тут просто не доиграли ферзи. То есть драфт действительно был абсолютно рабочим. Но сенкинга я в игре так и не увидел. У него 7 смертей больше, чем фрагов смида. Силетельно хорошую перетяжку. Я помню одну наверх в начале игры. Там фраг сделал. Один. Мастеря. С тех пор как-то не пошло. Эпицентров я толком не видел таких крутых, чтобы по нескольким людям попадал. И если, короче, у меня вдруг лежит интернет, то это не специально. У нас тут начинается какая-то лютая вообще ливняха с грозой, громом и всеми остальными молниями. И тут прям что-то прям крепко-крепко. Конечно. Ух. Аж страшно. Все это выглядит. Так. Ну а мы-то вообще игру-то собираемся заканчивать. Или Рошана реально ждем next all. Или все-таки мы идем вот с этим дабл-демиджем. Вперед, погнали. Антимаг берет дтпу. Чуть-чуть глифа нет, они знают про это. Да идите, закончите просто. Дабл-демидж в бутылку. Любезно предоставленное найти Нарвалом. Носфир, Носфирович, бежит вперед. У меня не бежит, походу. Смотрим, влет в СК, БКБшечка рвется. Чуть-чуть неудивленно, что именно он подставился. Ну, камон, что подставился? Он сам как-то сидит, как бы, тут уже игра в 15 тысяч перепарму антимага. Не надо, не души, не души. Знаю, это звать Лешака, ну смотри, БКБ. Вот алхимикс мог убить Трента Честь ему и хвала Дальше ГГ пишем и отправляемся В Next Road, да Ну что ж, 39 минут понадобилось Их третьим, чтобы закрыть первую карту Будем честны, было не очень сложно С одной стороны, с другой стороны Шагарат заставил нас немножко понервничать Потому что все-таки зафидел в самом начале Был шанс, что он не компэкнет Но, как мы видим, мастерства Нонград и его друзьям Не хватило для того, чтобы Придушить БМа до конца И как раз таки В пике своей силы парни все-таки Смогли реализовать первого Рошана с Аегисом, где навязали Довольно успешную драку, ну и дальше уже Все было в принципе супер логично и Достаточно быстро, а мы отправимся на небольшую Паузу в ожидании второй карты Этого первого Best of 3 на сегодняшний день